Универсальный бронированный автомобиль Козак 5, разработанный частной компанией Практика, выделяется своими компактными размерами, высокой скоростью и маневренностью, которые сочетаются с отличной проходимостью и мобильностью. Козак 5 также обладает полноценной бронезащитой на уровне армейских бронеавтомобилей Козак 2 и Козак 2М, что делает его универсальным средством, готовым к выполнению различных задач силовых структур. В версии на 5 мест Козак 5 обеспечивает защиту на уровне ПЗСА 5, аналогично стандарту НАТО Штанак 4569 ЛВЛ-2 и защищает от пуль 7,62 на 51 мм во всех направлениях. Такой же уровень защиты обеспечивает бронебашня, которое может быть как открытого, так и закрытого типа, в зависимости от миссии машины. За отсеком для экипажа находится небронированный грузовой отсек объемом 3,5 кубических метра, что позволяет перевозить специальное оборудование, запасы воды и продовольствие на несколько дней, дополнительную амуницию и другие необходимые материалы. Бронеавтомобиль с полной массой 10 тонн оснащен 6- и 7-литровым 330-сильным дизельным двигателем, который соединен с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Козак 5 построен на шасси автомобиля Форд F554х4, специально модернизированного для усиленной передней оси, улучшенных тормозов, амортизаторов, пружин, зубчатых передач в мостах и колес большего диаметра. На базе Козак 5 можно создать различные тактические автомобили, такие как машина огневой поддержки, санитарно-эвакуационный автомобиль, машина разведки и целеуказания, а также специализированный транспорт для саперов. Существует несколько специализированных автомобилей, разработанных на базе бронированного автомобиля Козак 5, включая машину для перевозки взрывоопасных боеприпасов Козак 5 ПМЛ, используемую в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Козак 5 ПМЛ имеет длинную колесную базу и специальную конструкцию кузова для перевозки взрывчатых материалов, а также отсек для специального инструмента пиротехнической команды. Если говорить о других технических характеристиках и параметрах бронеавтомобиля Козак, то на нем традиционно установлена система навигации, внешняя камера с инфракрасной подсветкой, камера видеонаблюдения, парковочная камера заднего вида, поворотный прожектор, громкоговорящая сигнальная установка, система обогрева, тахограф, а также системы фильтра вентиляции, пожратушение силовой установки и отсека десанта, дополнительная система подогрева салона и система кондиционирования. В целом, получился довольно неплохой автомобиль для своих задач.